Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. Ребят, свежий обзор рынка на предстоящую торговую неделю для вас, и сегодня мы с вами посмотрим золото, посмотрим нефть марки Brent, фондовые индексы, а также криптовалютный рынок. По крипте сделаю апдейт, поскольку еще ранее, на прошлой торговой неделе, в четверг, 8 июня, я рекомендовала открывать шорты по биткоину и эфиру, и сегодня посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые рекомендации по этим инструментам, а также скажу, что дальше ожидаю по криптовалютному рынку, в частности по биткоину и по эфиру. Ну что ж, давайте все по порядку и начнем с золота. По золоту, ребят, у нас, скорее всего, уже закончилась коррекционная шортовая тенденция, которая началась в месяце мая и длилась фактически чуть больше месяца. Снижение по золоту, коррекционное снижение, я неоднократно акцентировала внимание на том, что, в принципе, среднесрочная тенденция по золоту у нас лонговая, поэтому нужно среднесрочно искать лонги, но это, в принципе, не мешало нам с вами заработать. На краткосрочном падении, я напомню, что я здесь еще с максимумов от шортового паттерна свежего, который у нас сформировался, самый достаточный шортовый паттерн, здесь я вам рекомендовала открывать контртрендовые краткосрочные продажи по данному металлу. Продажи себя неплохо отработали и сейчас у нас произошла отмена шортового сценария, то есть у нас уже коррекционное снижение, скорее всего, пришло до своего завершения в силу того, что сформировалась локальная комбинация лонговая, которая позволяет дальше расти и определять покупки по золоту и дальше подтверждает лонговый тренд, который, как вы видите, у нас уже сформировался такой среднесрочный по данному инструменту. Удержание трендовой линии, на которую я акцентировала внимание на своих последних обзорах, значит, здесь все-таки я еще ранее не рисковала определять покупки по золоту, здесь еще у нас были шортовые приоритеты, но, тем не менее, текущая картина и изменилась. Реакция на трендовую линию поджается наверх, перекрытие лонговое, подтверждение перекрытия, реакция на минимумы остановки коррекционного снижения в районе 19.40, все это дает возможность прогнозировать дальнейшие покупки, поэтому золото, ребят, у нас продолжает быть в тренде. По золоту основная идея это лонги, работаем в лонг по данному металлу, либо с текущих, либо еще какая-то у нас будет небольшая коррекционная дневочка, но все-таки думаю, что золото уже готово дальше двигаться наверх, в силу того, что есть внутренняя дневка после перекрытия лонгового. То есть здесь у нас неплохая комбинация наверх сформировалась, локальная комбинация, вот я сейчас ее показываю, потенциально защитное лонговое движение, коррекция, перекрытие коррекции, подтверждение перекрытия, все это дает возможность увидеть локальную лонговую формацию и в сторону этой формации дальше торговать золото. Но, как я уже сказала, локальная лонговая формация подтверждает среднесрочную лонговую тенденцию, среднесрочный лонговый тренд, что дает возможность прогнозировать не только краткосрочные, но и более-таки длительные цели для роста по данному металлу. С перспективой на пробитие сопротивления текущего 19.83 пробиваем это сопротивление, дальше растем до максимумов месяца мая, то есть у нас здесь никаких преград для роста дальше не будет. Свободный рост, свободное движение в бычьем тренде, поэтому все это дает возможность неплохо спрогнозировать покупки по золоту, и, как я уже озвучила, перспективы для роста у нас открываются отлично. То есть пробиваем максимум мая, дальше уходим наверх в сторону основной лонговой тенденции. Так, ребят, нефть марки Brent, давайте посмотрим, что у нас интересно по нефти. Ранее был вопрос по данному инструменту, я говорила о том, что нужно еще подождать, потому что рынок на тот момент находился на этапе движения, но сейчас у нас уже определилось дальнейшее направление по нефти. Моя торговая идея для вас, открываем продажи по нефти марки Brent от сопротивления 77,5, здесь откатная консолидационная зона сопротивления, на которую у нас произошла реакция в виде шартового перекрытия 1, шартового перекрытия 2, здесь такое локальное давление хорошее есть по нефти марки Brent, да, еще и дневочка пятницы у нас закрылась отлично, то есть с зажатием цель вниз на дневном таймфрейме. Все это дает возможность увидеть как локальный шартовый паттерн, так и более глобальный шартовый паттерн. Посмотрите, у нас здесь есть глобальное потенциально защитное шартовое движение, коррекция, удержание коррекции, несколько раз была реакция вниз, раз реакция, текущая реакция, которая сформировала свою отдельную локальную шартовую комбинацию, поэтому все это дает возможность прогнозировать нефть марки Brent на дальнейшее движение вниз. По нефти, ребят, открываем шарты, как я уже сказала, ниже откатной зоны сопротивления 77,5, либо с текущих, либо еще немножечко у нас будет до набора торговой позиции в рамках вот этого свежего перекрытия, которое произошло в четверг, но в принципе это сути не меняет. По нефти у нас довольно уверенные продажи себя сейчас рисуют, поэтому открываем продажи с целью на пробитие поддержки в районе 71,4, минимумы месяца предыдущего, месяца мая, и дальше будем двигаться в сторону своей шартовой, как локальной тенденции, здесь у нас есть шартовая тенденция, которая образовалась за последние два торговых месяца, так и в сторону глобальной долгосрочной нисходящей тенденции, которая присутствует по нефти марки Brent уже больше года. Поэтому, ребят, дальше шарты, текущий сетап шартовый у нас нарисовался, который позволяет открывать продажи по нефти, и дальше работать среднесрочно на снижение. Цели для снижения я уже озвучила, то есть пробиваем поддержку в районе 71 с копейками, и дальше все шансы для того, чтобы улетать вниз, у нас открываются замечательные. Так, теперь давайте посмотрим фондовые индексы. Из фондовых индексов рекомендую рассмотреть DAX 40 и FTSE 100. Ребят, по DAX. Что интересного по DAX? В принципе, ситуация сохраняется та же, которую я озвучивала ранее. Я напомню, что теперь мои обзоры выходят чаще, несколько раз в неделю, ребят, два, три, возможно, четыре раза в неделю будут выходить обзоры от меня с анализом основных финансовых инструментов. И еще ранее, значит, во вторник, 6 июня, значит, на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер» я опубликовала видео, в котором рекомендовала шортить DAX. Ребят, сейчас ничего не меняется, сейчас по DAX у нас та же картинка. DAX у нас набирает торговые позиции для дальнейшего снижения. Есть шортовый сетап, довольно хороший, довольно сильный, контур трендовый. DAX у нас удерживает такой локальный откатный уровень сопротивления в районе 16.080. Откатная зона, есть реакция раз на эту зону, есть реакция два на эту зону. Да, еще сейчас есть подтверждение перекрытия в виде текущей консолидации. Длительная консолидация, локальное давление цены вниз на дневном таймфрейме, потенциально защитные шортовые движения, все это дает возможность увидеть локальную шортовую формацию по фондовому DAX и спрогнозировать дальнейшие шорты. Поэтому, если вы еще не открывали продажи по DAX, можете открывать шорты ниже откатной зоны сопротивления 16.080 с целью на пробитие консолидационной поддержки 15.730, которая у нас образовалась и которая у нас, в принципе, удерживалась довольно длительное время. Но, учитывая характер текущей формации, я считаю, что эту поддержку DAX будет пробивать. Если пробьем, значит, открываются у нас дальнейшие хорошие среднесрочные перспективы для снижения. Что нужно будет делать дальше? Это просто сопровождать свои шорты и смотреть, не нарисуется ли обратная картинка с обратным сетапом лонговым. Но, в любом случае, следите за моими следующими обзорами. Если будут какие-то апдейты, обязательно буду вас информировать о своих обзорах. Также буду информировать подписчиков в моем открытом телеграм-канале «Мария Кухта Трейдер». Поэтому, ребят, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Значит, по DAX позицию озвучила. По DAX у нас, как я уже сказала, продажи в силе, шорты в силе. Перспектива для снижения среднесрочная. Теперь давайте еще посмотрим FUC-100. Тоже интересная картинка у нас здесь присутствует. Но, в отличие от DAX, по данному индексу у нас уже, можно сказать, такая есть тенденция шортовая, которая локальная, краткосрочная, образовалась за последний торговый период по данному инструменту. В сторону этой тенденции предлагаю дальше работать по данному индексу. Есть шортовая формация свежая. Посмотрите, это шортовая формация, которая подтверждает дальнейшие продажи, которые указывают на то, что действительно у нас еще шорты не закончились по данному инструменту. Есть потенциально защитные шортовые движения, коррекционная зона 76-50, на которую произошла свежая реакция, свежее давление цены вниз присутствует. Поэтому ниже откатной зоны сопротивления 76-50-76-45 рекомендую открывать продажи по FUC-100. Либо с текущих, либо еще будет какой-то локальный донабор торговой позиции в рамках вот этого локального зажата цены вниз. Но это не влияет на дальнейшую картинку. Почему? Потому что шорты уже себя нарисовали, шорты уже себя подтверждают, шорты уже себя сформировали замечательно. И перспектива для снижения – это минимумы локального защитного движения шортового в районе 74-40 и ниже. Пробиваем эти минимумы. Дальше будем уходить вниз в сторону шортового тренда локального. И следующая цель для снижения – это поддержка 73 с копейками. Так, ребят, фондовый индекс просмотрели. Теперь давайте криптовалютный рынок сделаю апдейты по крипте BitcoinEther. Кто смотрел мой последний обзор, ребят, 8 июня в четверг я вам рекомендовала среднесрочно шортить BitcoinEther. Посмотрите, что сделали данные инструменты. После перекрытия шортового, здесь вот у нас 8 июня, откатная коррекционная дневочка, я вам рекомендовала открывать продажи по биткоину. Биткоин первую цель достиг в районе 25-380 и дальше продолжает смотреться в шорт. То есть если вы торгуете криптовалютный рынок, посмотрите мое последнее видео по крипте, где я советовала шортить биткоин, шортить эфир, объясняла, почему рассматриваю продажи, объясняла, какие перспективы у нас на продажу присутствуют по данному инструменту, как по биткоину, так и по эфиру. Поэтому, если вы еще не смотрели, посмотрите, что сейчас могу сказать. Продажи в силе. Кто шортил, по моей торговой рекомендации, удерживаем продажи по биткоину, потому что у нас дальше биткоин смотрится в шорт. Как вы видите, отличная отработка шортовой формации. Здесь у нас по биткоину, в принципе, можно определить несколько формаций в одной крупной формации. Что такое формация формации, ребят, я рассказываю на курсах обучения индивидуальных своих по моей стратегии защитный трейдинг. Кому интересно, пишите мне в личку. Все контакты есть под видео. То есть, если интересно, если интересуют мои курсы обучения, значит, всю информацию отправлю вам в личку. Итак, по биткоину шортовый сетап крупный, в рамках которого несколько мелких шортовых паттернов, один из которых вот это локальная комбинация с шортовым перекрытием, после которого вот закрытие дневочки, перекрывающее закрытие дневочки 7 июня, в принципе, определило дальнейшие шорты по биткоину, что я, в принципе, и озвучила в своем предыдущем обзоре. И видите, как уже неплохо биткоин себя отрабатывает. То есть, мы продолжаем свое снижение, мы продолжаем смотреться дальше на продажу и цель для снижения среднесрочной. Так, эфир давайте еще посмотрим. Прям по эфиру то же самое, ребят, но только снижение у нас получилось более таким импульсным, более активным, да, по эфиру. После перекрывающей дневочки 7 июня, 8 июня записал обзор, в котором рекомендовала открывать шорты по данному криптовалютному инструменту. Посмотрите, что сделал эфир. Несколько откатных дневочек, несколько внутренних дневочек, то есть 8 и 9 июня у нас внутренние дневки, которые подтвердили перекрытие, которые подтвердили локальную шортовую комбинацию. И все это дало возможность закономерно увидеть реакцию по эфиру вниз и пробить ту поддержку, которая у нас образовалась в районе 1760-1780. То есть консультационная поддержка, длительное удержание этой поддержки. Но, как я и озвучивала в своем обзоре предыдущем, ребята, все шансы на пробитие этой поддержки по эфиру у нас были. И отработку сейчас мы видим. Поэтому, если вы шортили по моей публичной торговой рекомендации в шорт, значит, криптовалютный рынок, биткоин и эфир, продолжайте удерживать продажи, потому что, как я озвучивала ранее, перспективы для снижения у нас средние, срочные, как были, так и сейчас сохраняются. Так, еще я хотела сделать апдейт по криптовалюте. Ребят, Тома Юс ДТ, был вопрос от вас. Так, я напомню, что вы можете под моими видеообзорами задавать вопросы по инструментам, которые вас интересуют. Пишите тикеры этих инструментов в комментариях. И обязательно на следующем обзоре я разберу те инструменты, которые вы торгуете, которые вам интересны, и по которым вы бы хотели услышать мое мнение. Итак, Тома Юс ДТ. Ребят, шортовые перекрытия есть, здесь продажи. Только продажи по данному криптовалютному инструменту ниже откатной зоны сопротивления 1.49 копейками. Значит, с целью на пробить, с перспективой, вернее, пробития поддержки 1.22.35 и ниже. Либо с текущих будем уходить в шорт, либо будем еще донабирать торговую позицию в рамках вот этого шортового перекрытия текущего. Но в любом случае вы должны понимать, что направление у нас уже четко определено, у нас уже сформировано, и это продажа. То есть если вы еще торгуете, либо удерживаете данную криптовалюту, вы должны четко понимать, что сейчас инструмент рисует шорт. Так, значит, потом мы с ДТ апдейт сделала. В принципе, все, что сегодня хотела, на все, что сегодня хотела сакцентировать внимание, я это сделала в своем сегодняшнем обзоре. Ребят, посмотрели золото, нефть, посмотрели фондовые индексы DAX, FTSE 100, также крипту просмотрели. Поэтому я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер, для того, чтобы всегда получать регулярные, регулярные, вернее, получать от меня торговые идеи с анализом основных финансовых инструментов. Я напомню, что я анализирую как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовый индекс, металл и товарно-серейовый рынок. Все рынки я анализирую с позиции своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Видите мое понимание рынка, видите отработку моих формаций. Если вы желаете научиться также понимать рынок, записывайтесь ко мне на мои индивидуальные курсы обучения. Вся информация по обучению. Ребят, в личку отправлю вам информацию. Мои контакты есть под видео. Обращайтесь. Также напомню о том, что у меня есть открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Подписывайтесь. В телеграм-канале также информация, где я буду дублировать свои видеообзоры. Это первое. Второе. Делаю апдейты в текстовом формате. То есть если вижу, что какая-то у нас происходит отмена, либо нужно еще сделать какую-то корректировку по моим торговым идеям предыдущим, это буду делать в открытом телеграм-канале. Также иногда будут торговые идеи от меня в графическом формате. Но в принципе основной формат торговых рекомендаций это видеообзоры. То есть в видеообзорах я анализирую инструмент, показываю, как я вижу рынок, рассказываю, почему и так дальше. То есть все эти моменты в моих видеообзорах вы будете получать от меня регулярно несколько раз в неделю. Также хочу напомнить о том, что вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал ВИП Мария Кухта для того, чтобы получать от меня торговые рекомендации с сопровождением. Ребята, торговые идеи, сопровождаю свои торговые идеи, то есть пишу, когда у нас происходит корректировка по инструменту, когда у нас происходит отмена сценария по инструменту, когда нужно закрывать инструмент, куда нужно выставить стоп-лосс, когда нужно частично фиксировать. И так дальше все эти моменты получают мои подписчики закрытого телеграм-канала ВИП Мария Кухта. Так, ребят, ну в принципе у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мои ресурсы. YouTube-канал Мария Кухта Трейдер, телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Благодарна за ваши предыдущие комментарии и вопросы. Если есть свежие вопросы, задавайте. Если есть вопросы по инструментам, пишите тикеры в комментариях. Обязательно отвечу на следующем обзоре. Спасибо за ваши отзывы, за ваши реакции, за комментарии, за лайки. Жду от вас свежего фидбэка. Всем хорошего дня, прибыльной торговли. До скорой встречи.